Уважаемые коллеги, добрый день дорогие друзья, сегодня мы с вами встречаемся на последнем нашем вебинаре нашей вебинарной недели. Напоминаю, что Директ Академия это вебинар каждый день. Итак, сегодня мы встречаемся, чтобы рассказать вам про Wikiversitet. Очень интересную фичу. Называется вебинар полностью Wikiversitet. Бесплатная образовательная платформа для преподавателей и студентов. Проведет сегодняшнее мероприятие Андрей Крижановский, преподаватель Петр Гу из Петрозаводска. Но прежде чем я ему предоставлю слово, как всегда несколько общих слов о Директ Академии и сделаю анонсы на будущую неделю. Итак, я разместил в самом начале нашего чата четыре полезные ссылки. Первая из них ведет на наш главный сайт, сайт Директ Академии с расписанием всех вебинаров на ближайшую неделю, а также снизу этой страницы интерактивное расписание на весь учебный год. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все мероприятия до конца учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал в YouTube. По ней вы сможете ознакомиться в том числе и с записью сегодняшнего нашего вебинара, который уже ведется. А вообще по этой ссылке на нашем канале расположено уже более 350 записей наших прошедших ранее вебинаров. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта, посвященную онлайн-курсам. И те из вас, кто заинтересован в онлайн-обучении, могут ознакомиться с теми 8 курсами. Один из них, кстати, уже сейчас проходит, который мы предлагаем, Директ Академия предлагает своим слушателям. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, сертификатов, на которые вы сможете заказать себе сертификат сразу после проведения сегодняшнего мероприятия. Как о посещении этого мероприятия, нашего нынешнего вебинара, так и всех тех, в которых вы участвовали. Ну а теперь я хотел бы дать вам в конце уже нашего чата анонсы трех предстоящих мероприятий. Первая из них пройдет в понедельник 12 числа. Сергей Гевлич выступит с вебинаром «Визуализация в формате микрообучения». Сергей Гевлич создатель компании «Смыслотека» и приложения «Объясняшки». Совершенно замечательные идеи заложены в этом продукте. 13 ноября во вторник Татьяна Телегина проведет вебинар о госте 2003 «Замолвите слово. Введение в основу библиографических описаний». Татьяну, наверное, представлять не надо. Она наш постоянный ведущий уже на протяжении как минимум трех лет. Ну и, наконец, 14 числа мы в среду. Мы вновь коснемся вопросов и графикации. И, как в прошлом году, пригласили Ивана Нефедева, одного из главных специалистов России по данному вопросу. Название вебинара «Играфикация в обучении. Инструмент или баловство». Вот то, что нас ждет на следующей неделе. Не вся неделя, только начало первые три мероприятия. Ну, на этом свое вводное слово заканчиваю и передаю слово Андрею для того, чтобы провести сегодняшнее мероприятие. Андрей, прошу на связь. Здравствуйте, уважаемые слушатели вебинара. Спасибо Павлу Юрьевичу и Директ Академии за возможность рассказать про Викиверситет, про эту образовательную платформу. Вот логотип нашего Викиверситета. Я являюсь сотрудником Карельского научного центра Российской Академии наук и преподавателем Петрозаводского государственного университета. Так, дальше. Сегодня я расскажу про такие особенности Викиверситета, как игровые тесты. Покажу пример, как создать курс в Викиверситете. И, кроме этого, еще несколько слов скажу про Викиучебник и про Википедию, как родственные проекты, которые в том числе можно использовать для работы со школьниками и студентами. Эта презентация доступна в интернете вот по этой ссылке короткой. И если здесь ссылки не работают, то вот по ссылке вы переходите в презентацию, где гиперссылки все работают и сможете посмотреть переходы на какие-то страницы, которые вас будут интересовать. Так, сначала я хотел запустить опрос и уточнить у вас, что вам более интересно может быть. Вот. Вопросы такие. Интересует ли вас больше, как редактировать Википедию? Второй вопрос. Как может быть интересно загружать иллюстрации, видео, аудио Википедию посредством Викисклада? И все-таки вас интересуют больше учебные курсы в Викиверситете и все, что с этим связано? Так, несколько секунд на возможность проголосовать. Ну и, наверное, и сегодня я учту эту информацию. И если у нас будут еще вебинары, то учтем это дальше. И напомню, что у нас есть вкладка «Вопросы» в чате и оставляйте там свои вопросы. Я думаю, что по мере общения и разговора я постараюсь находить время и читать вопросы и отвечать на них. Так, хорошо. Интересно практически все, но иллюстрации, видео, аудио, как загружать Википедию, интересует наравне с Викиверситетом. Хорошо проголосовали. Двигаемся дальше. Вот вам примеры различных проектов, Википроектов, которые работают благодаря фонду Викимедиа. Есть такая организация. И какие из значков вам знакомы. И напишите в чате название этих проектов. Давайте 20 секунд на такой маленький опрос. А дальше я попробую рассказать кратенько про каждый из этих проектов, в том числе про Википроектов. Ну, по крайней мере, один значок, мне кажется, должен был всем намазолить глаза. И вы его, наверное, знаете. Википедия. Совершенно верно, Оксана Валентиновна. Так, отлично. А кроме Википедии еще какие-то значки? Хорошо. Итак, маленький экскурс в эти полезные проекты, которые не менее могут помочь как студенту, так и преподавателю в его творческой и научной жизни. Они совершенно верно назвали Википедию. Другой проект, о котором мы сегодня будем говорить, это Викисклад. Проект, в который загружают иллюстрации, видеофайлы, аудиофайлы. И затем то, что мы загружаем в это медиахранилище, может использоваться во всех других проектах, в том числе Википедии. Так, для программистов важный ресурс это MediaWiki. Это программная система, на основе которой работают все остальные Википроекты, в том числе Википедия. Сегодня мы с вами будем говорить про Wikiversitet. И другой мой любимый проект, это Викисловарь, который является комплексным проектом, многоязычным словарем, толковым словарем, словарем-переводчиком, корпусом цитат, аудиословарем. В общем, чего там только нет. Другой медийный проект, Вики-новости. Проект Вики-тека. Вики-тека это набор текстов, корпус текстов, которые уже не изменяются. Например, произведения Пушкина, Гоголя, Некрасова и прочих классиков, и русских, и зарубежных, вы найдете в Вики-теке на любом языке. В этом разница с Википедией, где тексты энциклопедические и обычно достаточно современные. Дальше у нас есть проект, международная ежегодная конференция всех этих проектов, участников этих проектов. Проект Вики-учебник, извиняюсь. Вики-учебник, извиняюсь. Вики-учебник, в котором есть образовательные ресурсы, представленные в виде книг. Если в Вики-ресетете у нас это курсы, то Вики-книги это книги. Так, про этот ресурс. Я забыл, что это за ресурс. А вот это у нас Вики-тека. Если вам нравится какой-то фильм или какой-то писатель, то вы можете зайти, найти страничку этого писателя или книги и увидеть самые интересные цитаты, либо добавить свою цитату. Проект интересный для биологов Вики-виды. И другой проект, который меня чрезвычайно интересует, это Вики-данные. Проект, связанный с машинным представлением тех данных, которые используются в Википедии и в других ресурсах. Это очень молодой проект, но многообещающий. Так, двигаемся дальше. Начнем, прежде чем перейти к Вики-верситету с Википедии. В Википедии уже, получается, 10 лет, а может быть и больше используется в образовании. Первый опыт в России известен. Это Московский визготехнический институт. Курс по криптографии, по шифрованию вел коллега-редактор, википедист. В Харькове в политехническом институте в 2012 году был курс по экономике. А в шведском сельскохозяйственном университете в 2013 году был, уже не помню какому предмету. И целая программа была в Европе для преподавателей. Их обучали работать с Вики-разметкой, работать в Википедии для того, чтобы они использовали Википедию как платформу для работы со своими студентами. С 2012 года я начал работать в ПетрГУ, в Петрозаводском университете. И мой предмет называется интернет-математика. И мы со студентами пробовали себя в разных Википроектах, о чем я расскажу. Есть одна общая страница, где все, что связано с образовательной деятельностью, имеющей отношение к Википроектам на русском языке. И международный проект, Wikipedia Education Program, о том, как и что используется для работы со студентами с помощью Википроектов. Есть ежемесячная рассылка This Month in Education, где пишут об опыте преподавателей работы со студентами. И я в том числе, обычно в конце учебного года, подвожу итоги и пишу небольшую или большую заметку о том, что мы пытались сделать вместе с студентами и что у нас получилось. Это можно найти в ссылке на странице образовательной программы Wikimedia. Как же работать со студентами в Википедии? Есть такой ученый, Джордж Конечный, американец с очень русской фамилией, который уже много лет проповедует работу со студентами на основе Википедии. И вот в его статье я вычитал, что он предлагает микрозадание. Микрозадание, где суть заключается в следующем. Каждое утверждение Википедии должно подтверждаться ссылкой на статью или на книгу, то есть на какой-то авторитетный источник. Студенту предлагается выбрать любую статью или статью по теме предмета, найти любое утверждение и добавить библиографическую ссылку, которая будет подтверждать, что да, это так, либо найти опровержение, что да, это не так, тогда изменить текст статьи Википедии и добавить ссылку на источник, где есть опровержение. Это микрозадание, его можно сделать, в принципе, за одно занятие, научив студента основам работы в Википроекте. У меня мой предмет на семестр, поэтому вопрос к вам, как вы думаете, какой работой можно озадачить студента, чтобы в течение семестра он работал и был какой-то интересный результат и для студента, и для Википроекта. Попробуйте, ну, наверное, на минуту это задание, я пока гляну вопросы, и ваши ответы, я думаю, смогу использовать в дальнейшей своей работе. Такой вопрос. Сразу скажу, что попытка предложить студенту обучение. Написать самостоятельно статью, она оказалась все-таки достаточно сложной, и поэтому другой вариант взять уже готовую статью из соседнего языкового раздела, например, из английской Википедии, и перевести ее на русский, это задача более посильная для студентов. При этом, если просто сказать студенту, напишите статью в Википедии, а такие опыты мои коллеги из других вузов проводили, и обычно это заканчивалось фиаско, то есть студент ничего толком не писал, а то, что он писал, обычно это быстро удалялось другими редакторами, ничего толком не получалось. Поэтому, мне кажется, лучший вариант, когда студенту дают маленькие задания, вот я их пока что напридумывал, 18 разных заданий, студент выполняет отдельное задание к следующему занятию, у нас раз в неделю или два раза в неделю встреча с студентами, и к следующей нашей встрече студент сделает одно задание, либо не сделал, он рассказывает, в чем у него трудности, я смотрю на то, что у него получилось, и корректирую его путь к победе. Самое первое и достаточно важное задание, это найти литературу по той теме, на которую студент пишет статью, либо переводит статью, из которой дальше можно уже черпать материал, правильно ее оформить, добавить в раздел литературы. Следующий этап – иллюстрация. Иллюстрации у нас уже есть, если мы переводим с английской Википедии в статье, нужно правильно перевести подпись, и это простое задание. Дальше задание тоже несложное – это найти нужные категории. Если вы глянете на любую статью Википедии или другого Википроекта, то внизу вы увидите, к какой теме эта статья относится. Категории важны для того, чтобы облегчить поиск читателям нужной статьи. Тоже достаточно технический, простой момент – викификация, когда нужно расставить ссылки из вашей статьи во все соседние, и обратное задание – найти, где название вашей статьи может встречаться в других статьях, и там расставить ссылки. И интересное, непростое задание – рецензирование, когда студенты пишут замечания на работы других студентов на странице обсуждения статьи Википедии, и пытаются отвечать на эти замечания коллег обстоятельно, и либо объяснить, почему они не могут выполнить это замечание, либо все-таки выполнять эти замечания. Полный список заданий доступен по ссылке на странице Википедии. Для того, чтобы общаться со студентами, есть несколько разных способов. Самый важный, конечно, это на самом занятии. Я рассказываю студентам, как что делать, и они задают вопросы. И регулярно я смотрю на то, что у них получается в Википедии или в Викверситете, вижу какие-то типичные ошибки, и на занятии вызываю, например, студента к доске за компьютер, и прошу его выполнить ту или иную задачу, и подсказываю, как это правильно делать. Другие студенты смотрят и стараются намотать себе на ус и не повторять эту ошибку. Следующий важный момент, мне кажется, для преподавания. У каждого студента, оказалось, есть своя страничка ВКонтакте, и удобно общаться, когда есть группа ВКонтакте. Это несложно создать группу и использовать ее для оповещения о новых заданиях, для того, чтобы студенты могли связаться с вами. Стандартный способ – это электронная почта. И правильный способ – это публичный способ – это через страницы обсуждения в Википедии. У каждой страницы и у каждого редактора Википроекта есть своя страница, есть страница обсуждения. И как раз на странице обсуждения можно написать замечание студенту, что нужно исправить. И даже если студент пропадет на пару месяцев, то потом можно всегда вернуться на эту страницу и увидеть, было ли это замечание отработано или нет. Итак, чем же существенно отличаются друг от друга Википедия и Викиверситет? Википедия – это большой проект, в нем тысячи участников, и поэтому студент вынужден учиться работать в коллективе. То есть нужно не только свою идею продвигать, но и нужно учитывать мнение других редакторов. Мне кажется, это важно. В Викиверситете работа разбита по курсам, и даже в самом курсе работа разбита по темам. Поэтому здесь никто студенту не мешает, и он может работать индивидуально. В Википедии есть огромное количество самых разных правил. И их изучение тоже, как мне кажется, полезно. В Викиверситете особых конфликтов нет, и здесь вся ответственность ложится на преподавателя, следить за тем, чтобы студент делал то, что нужно для решения задачи поставленной. Википедия хороша тем, что, по крайней мере, в иностранных статьях пишут, студенты получают удовольствие и восторг от того, что то, что они делают, кому-то нужно. От наших студентов я, пожалуй, реже слышал об этом восторге, но, может быть, это скрытый восторг. Есть такое ругательное слово в Википедии, называется ORIS. Это сокращение от слов оригинальное исследование. И в Википедии никакие ORIS-ы не разрешены, а разрешено пересказ, точная аккуратность со ссылками на афтерсетные источники. В этом смысле университет противоположен. В нем как раз-таки оригинальные исследования разрешены и поощряются. И, по крайней мере, исследования в рамках курса учебного, который вы предлагаете своим студентам, и они решают свои задачи, это развивает у них фантазию, творческие навыки. И мне понадобилось, наверное, лет 6 с 2012 по 2016 год решить, что все-таки с студентами интереснее работать в викиверситете. И мы продолжаем сейчас время от времени как дополнительные задания использовать и Википедию, и Вики-новости, и Вики-словарь. Но основные сейчас проекты для меня в работе со студентами это Вики-верситет, Вики-данные и Вики-склад. Без Вики-склада никуда не деться. Дальше. Так, Вики-верситет. Вот его логотип. Я тут значок даже нацепил, вики-верситетский. Это проект, где создают учебные материалы в виде онлайн-курсов, которые можно использовать в преподавании. Ссылка на сайт Вики-верситета. Можно посмотреть, что из себя этот сайт представляет. Мы на него сегодня еще зайдем. Есть категория «Лучшие курсы» и пара курсов, в которые сообщество редакторов Вики-верситета решило, что они достойно называться лучшими, то есть достаточно полные и хорошо оформленные курсы. Это курс по социологии и курс по языку программирования Python. На днях я поработал со статьей «Обсуждение категории лучшие курсы» и добавил туда еще несколько кандидатов, несколько курсов, которые выглядят достаточно внушительно, и добавил ссылки на свои три курса, которыми я занимаюсь, и про которые я сейчас скажу. Есть родственный проект Вики-учебник, в котором создают образовательную литературу. Если предполагается только создание литературы онлайн учебной, то скорее вам подходит Вики-учебник. Если вы планируете работать со студентами и вы планируете получить какой-то ответ от студентов, то тогда лучше подходит Вики-верситет. И Вики-верситет, и Вики-учебник существуют на разных языках, порядка 300 их. ru-wiki-books.org русский, ru-wiki-wiki-warsity.org это русские, en-wiki-warsity.org английский и так далее. Языковой код в начале, префикс указывает на язык Вики-верситета. Итак, Вики-верситет это проект, в котором можно создавать новые интерактивные мультимедийные учебные материалы, а также это виртуальный класс для проведения занятий с обучающимися. чем удобны Вики-проекты вообще и Википедия и Вики-верситет, что можно посмотреть последние изменения страницы или курса и отметить, кто из студентов работает, а кого здесь вообще не появлялось. В этом смысле вы всегда будете в курсе, если работаете с студентом в Вики-верситете или Википедии, кто из студентов работает и какой объем работы они выполнили. И обычная характерная картина, когда в ночь перед следующим занятием вы видите, что появляется множество правок. Ну, в этом ничего страшного, я думаю, нет. Обычное дело. Теперь, как мне кажется, можно строить курс со студентами в Вики-верситете. Варианты такие. Пишите страницу в Вики-верситете, создаете подстраницы и предлагаете студентам для знакомства. Другой вариант. Рассказываете курс, как это обычно в жизни, в школе или в ВУЗе. А вот уже задание вы предлагаете студентам выполнять на страницах Вики-верситета, предварительно подготовив страницу, где они будут писать свои ответы. И проверять, опять-таки, можете и на этом сайте удаленно и затем обсуждать в классе. Это более простой вариант. Более сложный вариант, когда вы проверяете и пишете свои замечания, ответы студентам сразу в Вики-верситете. Это больший объем работы, но если студенты нерегулярно ходят, это более надежный способ документирования своего общения с студентами. У Вики-верситета – это многоязычный проект. Можно выбрать тот язык, который вам интересен. Политематичный, то есть любой предмет, любая тема, которая вам интересна, можно создать курс на любую тему. И годится как для школы, так и для высших учебных заведений, так и каких-либо специальных предметов. Сейчас сообщество Вики-верситета обсуждает вопрос введения, например, той оценки качества статей, которая сейчас существует в Википедии, можете посмотреть. И суть ее заключается в том, что сообщество само решает, какие курсы имеют высший знак качества, какие похожи, а какие еще находятся в состоянии черновик или самое начало разработки, что в конечном итоге поможет и новичкам, кто приходит в университет, выбрать более качественный курс, так и самим авторам разобраться, на какие курсы направить свои усилия. Так, прежде чем перейти к иллюстрированию статей, я задам вам такой вопрос. Известно, что фонд Вики-медиа, который поддерживает все Вики-проекты, его головная квартира находится в США, и сервера Википедии находятся в США, Южной Корее и где-то еще в Европе. Поэтому вопрос, как вы думаете, сколько, ну давайте в баксах, сколько долларов стоит редактирование Википедии? Ответьте, давайте на это минуту потратим, а я пока гляну, что у нас с вопросами. Так, 10 баксов, еще какие версии? 12, кто больше? Ну что ж, пожалуй, 20. Тоже хорошо. Хорошо. Открою вам тайну. Несмотря на то, что статья в Википедии имеет огромное значение как для коммерческих фирм, так и для различных организаций, ну, например, если есть хорошая полноценная статья о каком-либо магазине, то очевидно, что это будет положительный имидж для этой самой организации. И шансы, что покупатель пойдет в эту фирму, конечно, будут выше. Но, тем не менее, редактирование Википедии бесплатно, и вы в этом легко убедитесь, если зайдете на любую страницу Википедии и выберете вверху кнопку «Редактировать». То есть «Редактировать может каждый». Вопрос в том, почему, если «Редактировать может каждый», статьи об этих самых фирмах не становятся какими-то прекрасными, где в самых лучших словах будет написано, что это самая лучшая фирма. Ответ простой. Сообщество редакторов Википедии работает в основном бесплатно, и редакторы Википедии следят за тем, чтобы соблюдалось правило нейтральности, то есть должен быть достаточно сухой научно-популярный стиль в статьях, и должны быть указаны авторитетные источники при любом нетривиальном факте. Например, если указано, что в этой компании уставной фонд миллиард долларов, то нужно обязательно привести ссылку на документ, где это будет подверждаться, желательно более-менее официальный документ. Если такой ссылки нет, то редакторы Википедии либо сразу удаляют эту информацию, либо ставят шаблончик «Нет авторитетного источника», и через какое-то время все равно этот факт удаляют. Теперь про иллюстрирование статей. Чтобы добавить иллюстрацию в какой-либо из проектов, будь это Википедия, Викиверситет, Викиучебник или что-то еще, нужно загрузить эту иллюстрацию на Викисклад. С одной стороны, для технарей это, наверное, тривиальная задача, для студентов, ну, может быть, немножко сложнее. Поэтому я предложил студентам в далеком 2014 году взять пособие на английском языке из 13 страниц. Нашлось 13 студентов, которые не отказали мне. Мы вместе с ними перевели, и получилось вот это пособие на русском языке. Оно находится на Викискладе. Ссылку можно посмотреть из презентации. Как иллюстрировать Википедию? По шагам расписано. Как загружать, как оформлять описание и как вставлять эту иллюстрацию или видеофайл в свою статью Википедии. Вот давайте я попробую включить доступ. Расшарю свой экран. Так, и покажу. Есть у нас сайт, не сайт, а проект Корпус Вепского Корельского Языка. Щелкните плюсик, если вы видите видео, и в чате напишите минусы, если вам не видео, а страничка. Видео я запускать как раз не буду. Вот. И у нас есть научный проект Корпус Вепского Корельского Языка, где мы в том числе записывали видео, и один из наших сотрудников, для которого данный диалект Корельского Языка является родным, рассказывает что-либо на этом языке. И дальше это видео мы загружаем на Викисклад для публиализации нашего проекта и добавляем соответствующие статьи Википедии. Вот это небольшое видео на 4 минуты. Я хочу добавить статью о Тверской диалект Корельского Языка Википедии. Нажимаю кнопку, но у меня английский интерфейс Edit, если вы зайдете с русским интерфейсом, будет написано правка. Нажал. Заглядываю внутрь страницы. Вот смотрю. Это у нас картинка файл с распределением директов Корельского Языка. Хорошо. Я хочу добавить еще один файл, причем поставить его, пожалуй, пораньше. Удаляю описание старое, удаляю ссылку на файл на Викисклад и вставляю название своего видеофайла. Так, поставил. И мне нужно описание. Описание, конечно, заранее сам себе подготовил. Вот такое будет описание. Вставим. И пишу в комментарии, что добавил добавил видео. Ставлю, что это не маленькая правка. Делаю предварительный просмотр сначала, прежде чем сохранять страницу Википедии. Видим видео здесь. И теперь уже окончательно сохраняем результат. Опубликовать. Загрузили. Теперь, если вы зайдете на страницу Википедии «Тверской диалект карельского языка», то увидите справа видеофайл, у которого есть подпись о карельском языке, собственно, карельском на речи и карелок, рассказывает Ирина Петровна Новак, сотрудница Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Она говорит на Талмачевском диалекте карельского языка, то есть на одном из трех тверских диалектов карельского языка. Вот так замечательно получилось. И сразу вам покажу, что у каждой страницы Википедии и Викиверситета есть страничка «История», где можно посмотреть, кто что редактировал. «АКМБГ – это я». Последний раз пятого, и сейчас девятого отредактировал. Если поставить кнопочки, вот хочу сравнить последнюю версию, и нажать кнопку «Сравнение версий», то я вижу, что именно было добавлено. Был добавлен файл с таким-то описанием. Таким образом, когда студенты вносят свои правки в соответствующие статьи Викиверситета, я всегда могу посмотреть, кто и что делал в Викиверситете. Так, останавливаем. Возвращаемся в нашу презентацию. Так, плюсики вижу. Отлично. А, минусы тоже есть. Жаль. Значит, не все смогли увидеть. Так, теперь двигаемся дальше. Вопрос для проверки, кто нас еще слышит, можно ли загрузить видео в Википедию? Если да, то плюсик, если нет, то минус. Так, кто-то нас слышит. Замечательно. В Википедии есть страничка, которая называется «Википедия двоеточие. Руководство для быстрого старта». Вообще, все страницы Википедии, которые начинаются со слов «Википедия двоеточие», это справочные страницы, обычно очень полезные. И в этом руководстве для быстрого старта написано, как быстренько создать свою статью на ту тему, которая вам интересна. И в 2013 году мы вместе с студентами подумали и создали видео, где кратко показано, как и что нужно редактировать, какие кратко в двух словах рассказывать есть правила для работы Википедии. Вот рекомендую эти несколько минут глянуть на досуге, как это и работает. Так, другой вопрос. Как вы думаете, можно ли сделать курс в Википедии с видео лекциями, с видео уроками? Тоже попробуйте ответить плюсы, считайте, что можно, минусы нельзя. Ну или да, нет, пишите, как вам удобно. Совершенно верно. В Википедии можно сделать с видео уроками, поскольку, как мы сейчас видели на Викискладе видео файлы, аналогично вы записываете себя или спросите студентов, чтобы они записали видео с вами, видео лекцию, сгружаете на Викисклад и затем подставляете в те страницы Викиверситета, которые у вас будут курсом. Пример Викиверситете есть страничка участника АКМБГ, это мой логин, слэш видео лекция и на этой странице есть парочка пока что всего видео, которые мы с коллегами сняли и вот по этой ссылке участника АКМБГ видео лекции видно, как создаются черновики в Викиверситете, Википедии и в других проектах, википроектах. После имени участника нужно поставить слэш и затем писать какой-то текст, это будет название страницы и таким образом вы можете перейти на подстраницу и создать эту подстраницу. Мы это на практике сейчас разберем. Так, что такое игровые тесты? Игровыми тестами я называю такие вопросы в Викиверситете, где есть вариант вопроса, есть вопрос, есть варианты ответов и нужно ответить на вопросы по теме статьи. Так, еще раз запускаю экран и покажу вам. Есть курс в Викиверситете «Работа Викисреди с упражнениями», который я создал вместе с студентами на основе своего учебного пособия. У этого курса расписано по порядку сначала какая-то вводная часть, может быть, я поставлю ссылку, если вам будет так удобнее. Ссылка, но, по-моему, она не отработала вся. Ну, ладно, тогда просто рассказывать. Дальше есть задания для студентов, где я постарался в виде алгоритма расписать, что студентам нужно по очереди делать, обычно одно занятие, одно задание на неделю, и оглавление, где есть различные главы, темы, с которыми работали конкретные студенты, вот их имена справа. Вот у нас есть подстраница этого курса, называется Википедия. Когда я увидел вас в первый раз, я понял тогда, для чего я живу, понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную трудовую жизнь. Антон Павлович Чехов, конечно, говорил про Википедию. Вот. И задание для студентов было скопировать этот текст из моего пособия Викиверситет, оформить Викиразметки и придумать вопросы к тексту этой главы. Ну, например, вот вопрос, какие существуют выгоды от существования Википедии на разных языках и от перевода статей из одной, например, из английской Википедии в другую. Первый ответ. Перевод статьи не нарушает никаких лицензий. Приняли. Этот курс потребует больших технических изменений. Точнее, страница при переводе. И еще вариант ответа. Зная принципы работы Википедии на одном языке, можно достаточно легко работать другой. Четвертый вариант. Перевод текста к качественной статье требует существенно меньших усилий, чем написание новой статьи. Я отмечаю первый, третий и нажимаю отправить. Остальные пока не буду обращать внимания. И видим, что правильно ответил на эти два вопроса. и такие опросники можно использовать для проверки, для самоконтроля, когда по этому курсу самостоятельно кто-то обучается. Я с студентами устраивал игру, когда студенты готовили какую-либо тему, писали эту тему в веки университете, готовили вопросы и затем выходили к доске и предлагали свои вопросы другим студентам, которые поленились заглянуть в то, что написали их коллеги. И было достаточно весело и интересно, когда студенты пытались ответить на вопросы своих коллег. И пример обсуждения вот там же можно было увидеть на странице обсуждения, где сейчас покажу. Вот у нас страница работы веки среди с упражнениями статья и у статьи есть страница обсуждения. Щелкаю страницу обсуждения и видим, что здесь мы с Лерой Зайцевой обсуждали ее работу. Вот я попросил ее подписаться и у каждого сообщения есть подпись, дата, мой вопрос. Ну тут ее ответов по-моему особо нету. Снова мои вопросы к ней. Останавливаем экран. Не знаю, почему не видно запускал. Так, теперь по поводу того, как можно создавать курсы в Викверситете. Один из вариантов, у него есть положительный опыт, это когда у вас есть учебное пособие, ну, естественно, ваше, а не чужое, и на основе этого пособия вы создаете курс в Викверситете. Почему не чужое? Потому что плагиат в Викверситете, так же, как и Википедии, запрещен, и нельзя просто так взять какую-нибудь хорошую книжку, хороший учебник и скопировать текст дословно Викверситет. Мой коллега Михаленко Александр, так же, как и я, администратор Викверситета, специалист по немецкому языку, он написал пособие и написал на основе этого пособия курс в Викверситете. И то, что я вам только что рассказывал, это учебное пособие работы в Викисреде, которое в 15-м году я издал в ПетрГУ, на основе этого пособия, около 100 страниц, мы с студентами постепенно, потихоньку создаем курс в Викверситете. Это пособие доступно онлайн, ссылка будет дальше. И другой путь создания курсов в Викверситете это можно сказать с нуля, то есть вы создаете каркас курса, вот, например, программирование Вики-данных, пишите студентам, что им нужно сделать, они создают подстраницы, заполняют в том режиме и в той структуре, как вы их просите делать, и таким образом постепенно растет материал этого курса. Этот курс программирования Вики-данных я предложил студентам, и, конечно, они мне не отказали, мы переводили на английский язык для размещения в английском Викверситете Research in Programming Вики-дата. Так, и начиная с этого года, мы с студентами от программирования Вики-данных отошли в сторону в App Inventor, визуальный язык программирования для школьников, для студентов. Мы с студентами развиваем такой курс. В чем заключается, что это за язык визуального программирования? Вот здесь небольшой скриншот. Суть в том, что не нужно писать код, как мы это привыкли видеть, делают программисты, а нужно брать мышкой какие-то иконки, например, кнопку или оператор цикла, и перетаскивать его вот с этой панели, с панели с элементами интерфейса или элементами программного кода и перетаскивать его вот сюда на страницу, где будет компьютерная программа. То есть идея очень увлекательная, простая и годная для школьников младшего возраста и во многих городах уже и России есть кружки, где школьников приглашают для обучения программированию на языке Scratch и App Inventor, но книг пока что внятных для App Inventor нету, поэтому я предложил студентам написать, решить ряд задач в Викверситете, в итоге создать курс и в итоге оформить это как часть книги на проекте GitHub для того, чтобы через год-два у нас получилась какая-то внятная интересная книга для школьников, для преподавателей по информатике о том, как программировать в App Inventor и здесь как раз-таки Викверситет нам поможет для того, чтобы организовать работу со студентами. Так, теперь переходим к практике. Надеюсь, всем будет видно. Прежде чем перейдем на практику, скажу, что есть такое понятие, как Вики-разметка. Это достаточно простая вещь. Она говорит о том, как нужно оформить текст для того, чтобы сделать табличку на Вики-странице, для того, чтобы выделить текст жирным или italic курсивом, как сделать гиперссылку. То есть, наверное, часа, максимум пары часов достаточно, чтобы в совершенстве обладать этой Вики-разметкой. Я предлагаю зарегистрироваться, но не Википедия и Вики-верситете, хотя, по сути, без разницы. На самом деле, тот логин, который будет у вас в Википедии или Вики-верситете, он годится для логина и пароль годится и для другого проекта, поскольку у них единый логин. Прежде чем будем регистрироваться, напишите, пожалуйста, таким образом в чате, пишите плюсиков несколько и пишите, какой плюс анонимной работы, потом напишите несколько минусов и напишите, какие минусы анонимной работы. На это давайте одну минуту потратим и затем я вам скажу свое мнение, какие есть плюсы и минусы анонимной работы и плюсы и минусы регистрации в проекте. Время пошло. так нельзя проконтролировать в принципе да согласен с точки зрения преподавателя я не приму работу студента анонимную поскольку как же он докажет что это его работа а какие есть плюсы или минусы анонимно работы для самого редактора если это не студента просто прохожий так что тут с разметками то так обратная связь понятно согласен если человек не зарегистрировался то невозможно то у него нет своей страницы обсуждения и никто ничего не может ему сказать не может ни объяснить его ошибки не наоборот похвалить так наверное минута прошла раскроем карты значит плюсы анонимной работы можно сэкономить две минуты и не регистрироваться а минусов достаточно много значит если не регистрироваться работать анонимно то тогда записывается история правок на конкретный айпи адрес а это не анонимно потому что по айпи адресу в интернете легко вычислить кто у вас провайдер а дальше спецслужбы или заинтересованные люди могут обратиться к провайдеру и узнать с какого конкретно компьютера была запись если же вы зарегистрировались и указали не свое имя какое-то вымышленное имя то айпи адресов никто не видит и вики медиа насколько я знаю обещает не раскрывать никому связь не и пи адреса не имен поэтому тут существенно сложнее человеку со стороны докопаться откуда была сделана эта правка и более важной для меня как редактора вики проекта резон более серьезная проверка со стороны других редакторов если я вижу анонимную правку то очевидно это скорее всего хотя не всегда скорее всего это новичок и скорее всего там будут какие-то ошибки поэтому нужно обязательно проверить и либо принять правку либо отменить правку либо скорректировать правку если же это зарегистрированный товарищ то возможно это более товарищ опытный особенно если ссылка на его имя не красная синяя начну есть своей страничку он потратил немного времени и оформил свою страницу значит возможно дочери человек пришел серьезность работать хотя тоже не факт важный минус нет своего списка наблюдения список наблюдения такая удобная вещь если вы щелкаете зарегистрировавшись на звездочки над страницей то в списке наблюдения вы затем видите кто когда что изменял тех статьях википедии или викиверситете за которыми вы следите ну и очевидный минус что не все страницы разрешено редактировать итак давайте попробуем посмотреть действительно ли две минуты или больше займет регистрация викиверситете так я сначала поставлю ссылку чтобы вам было удобнее в чате где у нас этот викиверситет находится вот а теперь включаю sharing экрана надеюсь всем будет видно так я сейчас разлагиняюсь и вам будет видно если вы будете смотреть как я буду логиниться с новым логином у меня будет акмбг тест 4 и какой-нибудь пароль а не то не имя учетной записи а внизу нужно присоединиться к проекту щелкать вот сам всех запутал значит акмбг тест 4 надеюсь вам видно а все-таки не видно а кому-нибудь видно да андрей не видно перестала вид быть видно демонстрация стола почему ладно а давайте тогда перезапущу может быть тут так попытка номер может может быть перевойти в вебинар займет полминуты вся давайте попробую еще раз если не получится то так хорошо давайте а вот появилась страничка и выбираю второй экран старт до появилась так вот я зашел на викиверситет тет справа вверху кнопочка войти я ее нажал и перехожу в самый низ нет учетной записи присоединиться к проекту нажимая нажали теперь придумываем быстренько какое-нибудь имя которое не занято например а кмбг тест 4 5 пароль еще раз пароль придумали главное его не забыть и непростая задача нужно ввести капчу то есть те буковки которые размытые видны если не получается увидеть то нажмите кнопку обновить будет может быть попроще текст создать так у меня получилось войти с ими с новым именем а кмбг тест 5 и висит значок что у меня одно сообщение и это значок висит в этом квадратике я щелкаю и вижу что вот страница участник красная то есть не создана страница обсуждения созданной здесь приветствие которое вот создал автоматически где есть ссылка на правила размещения материалов что-то еще интересного пожалуй ничего больше интересного и коротенько как создать страницу участника щелкаю на страницу участника сюда или сюда система мне говорит что можно создать такую страницу щелкаю визуальный редактор не хочу в нем как то у меня не получается просто начать редактирование здесь пишу что это у нас тестовая страница так пишу в комментариях тест то что этот тест ну галочку следить за страницей оставляю предварительный просмотр до тестовая страница но пусть у меня будет тестовая жирно выделена страница курсивом создать создал отлично и теперь по нашей программе давайте создадим черный черновик чтобы сделать черновик нужно сделать двойные квадратные скобки это ссылка в википедии викиверситете теперь делаю слышь это будет под страница и название тестовый курс пишу в комментариях плюс курс ссылка записать страницу вот он у меня красный щелкаю по нему переведим что название страницы будет от участника кмбг тест 5 слэш тестовый курс и здесь пишу что это у меня тестовый курс здесь у меня будет лекция 1 это будут какие-то подстраницы лекция 2 и лекция 3 плюс курс создать и так тестовый курс готов лекция 1 лекция 1 готова записать теперь если я вернусь этажом выше в тестовый курс или вернусь еще выше на свою страницу участника то я вижу что у меня есть тестовый курс который состоит из одной лекции так у меня это получилось если я нажму кнопку свежие правки слева то я вижу получилось ли хоть у кого-нибудь еще так уверены получилось поздравляю у светлана русланова не получилось тоже прекрасно ну что ж целых два человека осилила эту систему это очень хорошо так ну вот я проверю работу с системой я зашел на страницу участника ирины pswk и зашел на страницу обсуждения нажимаю кнопку править править здесь пишу новую тему hello и пишу ирина добрый день . и ставлю 4 тильды для автоматического формирования подписи в виде проекта hello ставлю кнопочку следить за этой страницей это немало изменения поэтому ничего не ставлю записать страницу теперь у ирины на странице есть ссылка на мое имя то есть на мою личную страницу в этом проекте и странице обсуждения и у ирины вот по-видимому должна здесь появится циферка который указывает на то что есть и для нее сообщение на ее странице ну таким образом можно редактором вики проекта друг другом общаться так отлично возвращаемся систему выключаем скриншеринг ну не знаю по моему минут пять у нас ушло регистрация вместе с созданием страницы и подстраницы в курсе результат пожалуй неплохой так 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 дальше движемся эпилог эпилог у нас такой что пока что есть учебное пособие доступное по ссылке на сайте научного корреспондента и в этом пособии расписано как работать со студентами как организовать работу на основе википедии когда я писал это пособие тогда еще был не в курсе о том что можно что-то делать в википедии сейчас пожалуй все таки я скажу что википедии удобнее комфортнее и работа спориться со студентами википедии так на сайте вики новости есть новостная заметка о том как первые студенты россии получили сертификаты подписанные с одной стороны ректором петрозаводского государственного университета с другой стороны руководителем российского отделения вики медиа о том что студенты получили навыки работы в системе википедия научились работать создавать игровые тесты изучили лотех вот и если вы в своей работе будете использовать википроекты и захотите повторить опыт то вот можно в помощь студентам точнее в помощи их дальнейшей дальнейшего трудоустройства организовать такие сертификаты которые возможно их заинтересуют и последний слайд таким образом задачи на ближайшее время викиверситета это категоризация ревизия материалов добавление новых переработка расширения старых курсов я приглашаю всех участников присоединяться к викиверситету в качестве учеников а лучше в качестве преподавателей писать свои курсы викиверситете левики учебники и если у вас будут какие-либо вопросы то можете воспользоваться группы вконтакте где работаю с студентами называется группа интернет математика в петергу или ссылка краткой и мат подчеркивание петерсу и форум викиверситета на котором обсуждают вопросы связанные с его работой так смотрим если у нас вопросы не отвечены вопросов я не вижу тогда спасибо большое и до новых встреч ну что ж уважаемые коллеги мы с вами завершили нашу вебинарную неделю огромное спасибо андрею за сегодняшний вебинар мы будем и дальше продвигать тему википедии возможно андрея попросим еще какие-то вебинары провести есть еще другие задумки у нас на эту тему так что следите за нашим расписанием в википедии в них в этом расписании будет появляться периодически ну что ж а сейчас я хочу поблагодарить нашего сегодняшнего ведущего андрея и всех кто пришел на наш вебинар и принял в нем особенно те кто принял активное участие и успел зарегистрироваться в вики университете до новых встреч всего доброго до встречи в директ академии а